Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня пятница, 15 декабря, завершающий день торговой недели. Очень насыщенной торговой недели, сразу нужно отметить. Поэтому сегодня мы, прежде всего, подведем итог вчерашней торговой сессии и недели в целом. Но также сосредоточимся на том, на чем еще можно будет заработать в ходе сегодняшней торговой сессии. Пока еще рано закрывать торговую платформу. В любом случае, несмотря на то, что сегодня, несколько забегая вперед, отмечу, что день будет не очень насыщенный в фундаментальном плане. Тем не менее, будет масса всего интересного. Поэтому давайте скорее начнем. Начнем с того, что происходило вчера. В целом был довольно напряженный день, потому что было очень много различных фундаментальных публикаций. На самом деле, четверг, мы вчера это отмечали, был самый плотный именно в отношении экономического календаря событий. И поэтому, конечно, волатильность зашкаливала вчера. Особенно по ключевым парам мы видели разнонаправленные движения, то вверх, то вниз. Сейчас разберем, с чем это было связано и как это можно использовать в дальнейшем. Сразу отметим, что доллару вчера помогли отличные данные по розничным продажам. Они были мало того, что выше прогнозов почти в два раза, так еще и показали лучший прирост за последние три года. Именно если мы говорим про розничные продажи. Но здесь нужно сделать небольшую ремарку. Скорее всего, ведущие аналитики несколько поосторожничали перед тем, как публиковать прогнозные значения. Потому что очевидно было, что декабрь будет ударным месяцем для ключевых ритейлеров, для крупных сетей. И поэтому розничные продажи должны быть крайне позитивными для доллара. Иначе никто бы это просто не понял. И доллар был бы очень слабым в моменте. Но вот та в целом позитивная волна для американской валюты продолжается. Мы говорили о том, что были скорее позитивные ожидания и в начале недели, еще перед заседанием ФРС. В целом после заседания также, несмотря на некоторые, скажем, обложности, на некоторые нюансы, которые были обнаружены в выступлении Елен, также все говорили о том, что долгосрочно доллар будет сильнее ключевых конкурентов, прежде всего евро и британской валюты. И вот вчера розничные продажи в целом эту динамику подтвердили. По британской валюте также вчера наблюдались похожие публикации. Мы знаем, что в Великобритании также вчера публиковались отчеты по розничным продажам. И на самом деле, что выглядит несколько более удивительно, чем по Америке. Они также были весьма и весьма позитивны на положительной волне. В целом мы, кстати, говорили о том, что в Великобритании последние тренды выглядят очень даже неплохо, особенно в свете повышения ставки в ходе прошлого заседания в ноябре. Но про Банк Англии и все, что с ним было связано вчера, мы чуть позже еще поговорим. Пока же отметим, что евро был абсолютным аутсайдером против доллара, хотя начал торговую сессию довольно неплохо. И вот про это сейчас как раз-таки я и предлагаю поговорить, про заседание ЕЦБ. На самом деле ставка осталась без изменений, это было абсолютно понятно заранее. Мы говорили, что вероятность повышения и уж тем более понижения ставки, она равняется практически нулю. И все ждали лишь комментариев Марио Драги, то каким является его видение монетарной политики, его видение европейской экономики в данный момент. На самом деле он старался как мог привлечь инвесторов позитивными заявлениями, отметил, что рост ВВП пересмотрен, он ожидается на уровне уже 2,4% вместо 2,2% в нынешнем году, отметил, что и в 2018 году есть у него ожидания гораздо более лучшие, нежели это было ранее. То есть в целом пересмотр произошел в лучшую сторону, и евро в моменте немного подрастал на фоне этих заявлений, на фоне в целом пока еще низкой активности трейдеров в первой половине вчерашней торговой сессии. Но вот затем все-таки даже заявление Драги о том, что экономика еврозоны растет быстрее, чем экономика США, это тоже не помогло, и евро, особенно в конце сессии, вы наверняка видели, довольно ощутимо снижался. Есть основания полагать, что это снижение по евро-доллару продолжится, но если мы посмотрим на дневной график, то вот та линия поддержки, восходящий локальный тренд, она еще сохраняется, да, опять же повторюсь, дневной график цены, там есть сейчас две точки, в которых можно провести довольно интересную линию поддержки, от которой цена несколько раз уже отбивалась. Поэтому пока еще не до конца понятно, в какую сторону будет выход, да, вот из этой консолидации. Есть некое сужение на дневном диапазоне, но все же долгосрочно, мы про это уже неоднократно говорили, евро смотрится слабее, чем доллар. Еще один интересный момент, конечно, все спекуляции связаны сейчас вокруг монетарной политики, прежде всего вокруг ставок, ключевых ставок центральных банков, и по этому поводу Драги вчера сообщил, что если вот раньше считалось, что ставки могут быть повышены сразу после окончания программы количественного смягчения в октябре следующего года, то вот сейчас он заявил о том, что ставки будут повышены гораздо позже, чем закончится программа выкупа облигаций со стороны европейского регулятора. И, конечно, это дополнительный негатив для евро, и вот тот тренд, который сейчас есть, тренд на некую коррекцию, да, потому что мы видим, что на протяжении этого года в целом евро смотрится гораздо сильнее доллара, мы видим устойчивый продолжительный рост вплоть до сентября этого года, но в данный момент скорее можно говорить о том, что есть некие признаки коррекции, да, признаки снижения по ключевой валютной паре, и доллар вполне может наверстать упущенное в перспективе ближайших недель. Плавно переходим к следующему заседанию, потому что важно понять еще и перспективы британской валюты. Банк Англии провел, пожалуй, наиболее скучное из всех заседаний, которые были вот в последнюю неделю, да и вообще за долгое время. Конечно, все это связано с тем, что было довольно жарко в ноябре, мы помним, что и ставка была повышена, и был ряд громких заявлений сделан со стороны Банка Англии, в частности, о инфляционных ожиданиях. И вот на самом деле вчера было такое скорее формальное заседание, ничего особо важного сказано, к сожалению, не было. Тем не менее, вот розничные продажи, опять же, повторим, помогли британской валюте оказаться сильнее евро в моменте, да, особенно это заметно по кросс-паре евро-фунт. И по отношению к доллару фунт, в принципе, выглядел увереннее, чем евро. Он и сейчас, да, смотрится скорее на пробой линии поддержки и на дальнейший рост, нежели на снижение, но пока, так же, как и по евро-доллару, долгосрочно точного сигнала нет, потому что мы находимся в рамках узкой боковой консолидации. В целом регулятор из Англии сообщил о том, что в ближайшие годы повышение ставки не планируется, они очень осторожно относятся к тем позитивным изменениям, которые есть в экономике. И с нашей точки зрения это очень правильный подход. На самом деле, не строит каких-то больших иллюзий Банк Англии по поводу тех данных, которые были. Хотя в целом оптимисты могут быть довольны. В Великобритании все отлично. В данный момент, судя по макро-статистике, после тех, скажем, ожиданий конца света условного, и связанного с выходом из ЕС и с возможными условиями, сценариями по Brexit, вот на фоне всех этих негативных сигналов, которые мы могли слышать на протяжении долгих месяцев, британская экономика показывает, что она стабильна, есть некие сигналы к росту. Но, опять же, учитывая, что еще до конца не согласованы все варианты и все не только формальности, но и ключевые некоторые аспекты по поводу Brexit, британский регулятор подошел очень правильно к этому решению, заявив о том, что нужно наблюдать, нужно быть осторожным, и пока повышение они ставки не планируют. И, на самом деле, здесь нужно сделать небольшое отступление, если Brexit, скажем, завершится, он может вполне закончиться и тем, что ЕС себе выторгует некоторые дополнительные преференции, и поэтому вполне вероятно, что Банку Англии потребуется некоторый маневр в будущем, в плане, возможно, даже снижения ставки и стимулирования дополнительного экономики, потому что вот те позитивные ростки, да, небольшие, которые есть в последние месяцы, их нужно будет как-то поддерживать в будущем. Во многом думается, что Банк Англии себе этот маневр на будущее пока оставляет, не делая, по сути, никаких вообще громких заявлений. В целом фунт выглядит сильнее, чем евро, это очевидно, мы уже про это сказали, и вот сегодня, на самом деле, если британская валюта окажется выше отметки 1,3450, то можно будет даже задуматься о покупке по данной паре, хотя, если мы на дневной график, опять же, посмотрим, то там есть некий элемент неопределенности, есть консолидация, но выше зеркального уровня 1,33, да, мы в любом случае находимся, и пока мы находимся выше 1,33, есть долгосрочно, скорее, сигнал к движению вверх по паре фунт-доллар. Если кто-то вчера следил за парой доллар, канадский доллар, то, я думаю, был приятно удивлен, потому что, пожалуй, это была одна из ключевых пар по волатильности в ходе вчерашней сессии. Традиционно являясь сырьевой валютой, канадец слабо начал на фоне продолжения снижения на нефть, но нефть, кстати, немного тоже уже разворачивается. Но вот во второй половине дня на фоне, прежде всего, заявлений главы Банка Канады Полоза произошло снижение пары доллар-канадец, и канадская валюта показала, что она сильна в моменте. Сейчас есть сигнал к продолжению этого снижения, то есть еще можно, в принципе, с довольно коротким стоп-лоссом продавать пару долларов по отношению к канадской валюте. На самом деле, Полоз вчера сделал несколько позитивных заявлений, но есть еще и элемент, скорее, с позиции технического анализа, потому что фундаментально так или иначе не сразу реагирует инструмент любой на те или иные заявления. И, по сути, какого-то серьезного позитива вчера мы в заявлениях главы Банка Канады не услышали, но, тем не менее, вот те, скажем, крупные участники рынка, вероятно, которые поджидали, когда же появится повод к покупкам канадской валюты, они его для себя обнаружили. Поэтому, на самом деле, сейчас неплохим торговым сигналом будет именно продажа пары USD-кан. Сегодня, в целом, стоит отметить, что рынок будет отдыхать от того обилия фундаментальных новостей, которые мы видели на текущей неделе. Не будет каких-то серьезных макро-публикаций, за исключением одной важной новости, прежде всего, важной для российских инвесторов, российских трейдеров, потому что сегодня состоится заседание Центрального банка в России, и также будет принято решение по процентной ставке. Вокруг этого тоже, надо отметить, не так много интриг в данный момент. Абсолютно все уверены в том, что ставка будет снижена до 8% с текущих 8.25. И, на самом деле, нет даже поводов думать, что этого не произойдет. Если же это случится вдруг, да, это будет полной неожиданностью для участников рынка и может вызвать, конечно, повышенную волатильность по паре доллар-рубль. Пока же, на самом деле, учитывая весь контекст последних событий, доллар должен показать укрепление по отношению к рублю до конца этого года и, может быть, даже в начале следующего. Факторов для этого есть несколько. Есть и фундаментальные основания, опять же, это разнонаправленные действия Центральных банков. Если ФРС, мы видим, постепенно повышает ставку, то российские регуляторы ее снижают, двигаясь к своим целям по инфляции. Напомню сейчас, снижение инфляции – это главная цель для Центрального банка РФ, и нужно отдать должное регулятору. В целом, мы видим, что есть позитивные изменения по инфляции в России. Пусть и это влечет за собой некое снижение темпов потребительской активности, но, тем не менее, есть некие результаты. Но в перспективе ближайших недель рубль должен быть слабее, чем американская валюта, в силу того, что мы видим, уже не так интересен кэрри-трейд для западных инвесторов, учитывая уменьшение разницы в процентных ставках. И плюс, если мы на график дневной посмотрим доллар-рубль, то увидим, что пара находится вблизи линии поддержки. И сейчас, в ходе вчерашней торговой сессии, точнее, мы наблюдали отбой от этого уровня. Поэтому вполне может продолжиться рост доллар-рубль до 60, в диапазон 60 рублей за 1 доллар и, возможно, выше. То есть говорить о том, что мы уйдем сильно выше, пока не приходится. В целом, мы видим, что это, кстати, тоже было одной из задач центрального банка, намеренно снизить волатильность по доллар-рубль. Потому что те движения, которые мы видели, скажем, в 2014-2015 году, они регулятор, конечно же, не устраивают. И мы в ходе последних месяцев неоднократно видели, как ЦБ влияет и на действия других российских банков, ограничивая их действия с иностранной валютой. Поэтому стоит признать, что в целом, вероятно, мы будем находиться в рамках тех диапазонов, в которых находимся на протяжении последних месяцев. Но локально стоит задуматься о покупках по паре доллар-рубль. По крайней мере, для этого есть все и фундаментальные, и технические основания. Отдельно хотелось бы еще отметить пару австралийский доллар по отношению к американской валюте. Очень сильно выглядит австралиец в последние торговые сессии. Мы отмечаем отличный год для Австралии в плане борьбы с безработицей. На рынке труда были достигнуты серьезные успехи. И вот есть там также элемент, скорее, технический. Во-первых, австралиец довольно долго снижался по отношению к американской валюте. С сентября растеряв очень много позиций. Но сейчас на самом деле назрел некий отскок, некая техническая коррекция. Поэтому вполне возможно, что рост продолжится и сегодня. Хотя в американскую сессию есть подозрение, что произойдет некая коррекция уже в рамках нынешней недели. Потому что на этой неделе австралиец выглядит очень сильно. И он сейчас пробивает вчерашний максимум дневной. Поэтому также можете прямо сейчас посмотреть на данную валютную пару и принять торговое решение. В принципе, покупать его с коротким стоп-лоссом в данный момент вполне обоснованно. Но, повторюсь, будьте осторожны. Сегодня еще нужно отметить, что, учитывая низкую фундаментальную насыщенность, скорее стоит работать на основе технического анализа. Я думаю, что многие ждали этого момента, потому что все-таки, конечно, новость – это хорошо, это быстрая волатильность, быстрый доход. Но иногда хочется более спокойного и направленного рынка, чтобы не было резких движений в разные стороны, когда может снести ненароком какой-то стоп-лосс, стоящий близко к текущим уровням. Поэтому сегодня в целом довольно обещает быть комфортной торговой сессии. Есть некие заданные тренды, вдоль которых стоит работать. И будет наверняка также интересно. Вряд ли мы будем стоять в каком-то узком диапазоне. Поэтому всем успехов в торговле сегодня. Увидимся уже на следующей неделе. И всего доброго. До свидания.